Когда с нами что-то происходит, какая-то трудная ситуация, Татэнто Нукампас Усамик Шамана, Господь Брама говорит о том, что Он преданно воспринимает это как милость, как милость, и Он это воспринимает с терпением. Да, мне это пришло, я это, может быть, заслужил, и теперь мне нужно понять, в чем урок этой истории, в чем урок, что хочет Господь сказать через это. И вот если мы берем лотосные стопы, это, конечно, не всегда, может быть. Сейчас объясню, что это означает, медитировать на лотосные стопы. Кому-то интересно? Что это такое вообще? И приходим к божествам или дома, открываем фотографии, или в других традициях, иконы, смотрим, и начинаем молиться, Господи. И мы начинаем молиться, медитировать. Лотос-стопы, это означает, мы медитируем на определенное настроение, на определенное положение себя. То есть, понимаете, да? Мы не смотрим лотосные глаза. Ну подождите-ка, чтобы сначала медитировать на лотосные глаза, но сначала на лотосные стопы. То есть, на стопы, да? То есть, это определенное умонастроение. Когда мы медитируем на лотосные стопы, говорим, молимся, то это описывает именно определенное умонастроение предного. То, что он себя считает кем? Слугой. Все очень просто. То есть, и когда мы молимся, если мы хотим медитировать на лотосные стопы, то цель, как бы, знаете, плод этой медитации, он должен быть таков, что после молитвы я чувствую себя маленьким очень, очень маленьким и невеликим каким-то там, который что-то, кто-то он, кто-то я, я что-то заработал, что-то кем-то стал, да? Но я понимаю, что я очень маленький. На самом деле, у нас есть очень много чего, чем мы можем служить Господу предным. У нас есть много всего. У нас есть разум, у нас есть, ну, какие-то возможности, у нас есть здоровое сознание более-менее, да? То есть, тем более, если мы следуем принципам, да, каким-то, ну, хотя бы четырем вот этим. Не есть мясо, да, не употреблять наркотики, не заниматься незаконным сексом и, что еще? Назартная игра, да. Если мы практикуем эти четыре принципа, то мы чувствуем, как наше сознание возвышается, и нам гораздо легче погрузиться в молитву. Вот почему мы следуем этим принципам. Ну, это я рассказываю, да? Почему такие строгие принципы? Они сумасшедшие, что ли? А как же они живут-то? Как они радуются жизни-то? Но преданные радуются, испытывают счастье или вкус от жизни в служении, вот в этом умонастроении слуги. А Шалурпада, знаете, в одной лекции, он так интересно объясняет, он говорит, что так или иначе все равно все служат. Служат семье, служат собачки, служат кошечки. То есть охота служить, охота служить. Но Шалурпада говорит, что все равно. И служение в материальном мире, даже кошечке, собачке или чему-то в этом мире, оно может иметь корысть. Все равно ты как бы служишь кому-то или чему-то в этом мире, но с какой цели? Чтобы, да, что-то ощутить, получить от этого человека. И когда человек, например, не дает то, что я хотел, то, что я ожидал, то гнев. Гнев, обида, если это женщина, это мададжи, то это обида, если мужчина в основном, это гнев, проявляется в виде гнева, то есть возникает негативное такое чувство, эмоциональное, депрессивное, может быть, даже, желание убежать, скрыться как-то, заесть, заиграть в социальных сетях как-то. То есть как-то скрыться от этой проблемы, от этой боли. Так ведь? Есть же такой момент. И вот решение всему, всем этим проблемам, вот сейчас давайте мы разберем даже какие-то сложности, можем в практике разобрать, решение всех этих проблем, всех, всех материальных проблем в том, чтобы научиться настроиться на настроение служения, на смирение.